доброе утро доброе прекрасное утро девчонки мальчишки я только встал обратите внимание подождите секунду жук мой скоробей обратите внимание оторвалась цепочка все смотрите качество слонлайт этого говна смотрите во первых давайте я переверну камеру покажу чтобы быть немного словно смотрите помните вот эти штучки были блестящие как серебряные смотрите какие они стали sunlight вы стали черные видите они все стали речь блики блестящие я собственно из-за них взял что-то наказал что это серебряные штучки оказалось это полная херня говно какой-то вот помните да как красиво было цепочка черная и с серебряными вставочками сейчас видите да ничего не блестит ну и все чики-пики сейчас я проснулся я сама слетела с шеи эти тут все черное вообще серебра нет ни грамма что я хотел ее поменять на самом деле цепочку время наставок уже реально такую говно носить невозможно не берите самать ничего пошли то полное фу фунгло это правда это без вот без всяких нареканий сами ведь увидите это полный фу 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 сонлайт вот он сонлайт эти штучки были серебряные ярко такие блестели знаете как серебро блестит вот так же вот эти детальки блестели сейчас то просто черная нитка страшная черная нитка который еще и порвалась спасибо что порвалась порвалась дома они они где-нибудь чтобы я не потерял свои эти крестики полный говно сонлайт всеми заеду куда-нибудь куплю может в храм заеду ахаси поздно с божество работу завтра мы зайдем в храм куплюсь и нормальный крестью цепочку это тоже хочу поменять цепочку оставить такую же короткую но поменять хочу другую вот простите доброе утро ну что я буду пить кофе тупить кстати можно сказать конечно же обвинить меня в том что я ношу 3 изделия но я ношу их всю жизнь вот кредит добавился колечко на цепочку никогда не рвалась цепочка никогда вот вообще никакие цепочки не рвались все это легкое очень самом деле это невесомое такое поэтому просто качество говно доброе утро и запомните все эти блогеры которые рекламируют вот эту херню сонлайт никогда в жизни сами бы не пошли покупать этот стеклярус потому что я говорю надо еще проверить на качество я очень хочу проверить если там вообще бриллиант как они указывают мне кажется что там вот олеська кстати из каменска она говорила что это полная херня что это но это не бриллиант это ерунда так более того хочу сказать у меня здесь сваровске а вот здесь бриллиант типа и у меня чаще блестит описанить поэтому имейте ввиду за честность ну что мои дорогие я отработал сегодня не поеду на тренировку меня нет сил просто я выжил как лимон я хочу домой у меня еще платные торопрогнозы индивидуальные в общем сейчас на заправочку буду может быть заехать в азию вообще нужно продукты заехать купить потому что нечего дома есть вообще нечего в общем сейчас на заправочку а потом в горит бензин причем я поехал на работу меня горел лампочка бензина еду обратно горит не встать доехать вот я уже подъезжаю к заправке классно по воскресеньям работать вообще 16 минут я потратил до дома не уж почти дома 16 минут обезайте здесь нужно делать все самим все самим все самим давайте чем не заправимся что кстати кто не знал закрываем автомобиль на передачи а наталья уставалка первая доемте кстати здесь отгружают бензин без масла и Как-то еще можно отщелкнуть так, чтобы... А, вот так, да? Нет. Подожди, как-то тут можно так сделать? Не получается, как-то тут можно так вот отщелкнуть, и она будет это... А, все. И она не будет так вот опускаться. Все. Какие бы добросовестные, на 1024 налили. Подожди, что-то перекрутилось. Здесь заправщики. Перекрутили мне тут... О, прелесть какая. Кстати, есть очень крутой рецепт. Сегодня с вами приготовим из баклажанов. Сейчас, секунду, сделаю все. Кстати, реально, сейчас сегодня с вами приготовим этот крутой рецепт. Короче, нам нужно будет какие-то баклажаны, не кабачки. Ой, кабачки, бля, не баклажаны. Сейчас мы возьмем масло. О, кстати. Возьмем его. Так, у меня дома есть красная икра, из Красноярска. Мне нужен хлеб. Мне нужен хлеб, иначе это все-таки не съестся. Но хлеб я хочу какой-нибудь крутой. Но такой с икрой вообще будет не в тему. Вообще, лучше черненький бородинский. Это самое вкусное. О, 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 с рыбкой. У меня как раз рыбка дома есть. Вот, 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 вот такой. Во, прям идеальный. Вот еще какой-то есть. Хорошо, не знаю. Не, не, не. Вот такой точно. Вот сто пудов вот такой. Подождите, а бородинский? Это же одинаково? Да, хорошо, темно. Берем хлеб. Дальше, знаете, что нужно? Нам нужны панировочные сухари, сырок, пармезан, чеснок. Чеснок у нас там был. Сейчас, секунду, мы же свернемся. Во. Во-первых, мы возьмем лук с вами. Лук белый. Я хотел обычный лук. Так, хорошо, чеснок. Чеснок вот такой. Но тоже неплохо. Ладно, сейчас я вот этот чеснок возьму. Лук бы тоже взять. Ну и лук возьму сейчас. Я вот не знаю, белый, красный. Вообще, я хочу классический, обычный. Вот. Ну нет, не вот этот, не шалот. Шалот. Блин. Ладно, сейчас возьму чеснок. Давайте я вас вот так переверну. Что нам надо? Оливковое масло нам надо. Оливковое масло, оливковое масло. Масло, масло, масло. Ну вот какое-то било. Экстра. Ну я не знаю, я не разбираюсь в этом. Во, вот такое я хочу взять. Потому что било не очень хочу. Видите, било. Это вот не било. У меня есть карта покупателя. Отлично. У меня будет скидка почти 100 рублей. Отлично. Отличная покупка. Так, идем дальше. Панировочные сухари искать надо теперь. Панировочные сухари. Где они вообще продаются-то? Кстати, очень классная вот эта штука. Уже готовая. Пробовал пару раз. Очень вкусно. Кому знаете, прям вот быстро-быстро надо что-то перекусить и бежать дальше. Вот прям огонь. Рекомендую реально. Так, подождите. Панировочные сухари где-то здесь должны быть. Панировочные сухари. Кукурузный крахмал. По-моему, у меня дома есть панировочные сухари. Но я лучше куплю, потому что они стоят 3 копейки. А бежать потом за ними я не буду. А они очень важны для этого блюда. Панировочные сухари. Цепь, наверное. А, это горчичный порошок. Лавровый лист. Да, так, 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 так. Так, ладно. Помним про них. Сейчас мы его найдем. Уже видят вот здесь. Здесь крупы. Здесь крупы, здесь каши цветы. Кстати, надо каши взять тоже на утро. На завтрак нужно каши кушать все-таки. У меня есть, кстати, мед. Можно мед добавлять. Блин. Я просто не люблю париться над ним кашами. Заваривать их. Вот такая красивая овсяночка. Вот так вот можно готовить. Хлопия 4 из лака. Как она готовится? Если быстро, то возьму. Поместите хлопья в кастрюлю с водой или молоком в соотношении 1 к 3. Соль, сахар добавить по вкусу. Варить на медленном огне 6 минут. Возьму. Возьму, возьму, возьму. Подозревать 4 из лака. Я хочу овсяные. Не 4 из лака, я хочу овсяные. Да. Дальше. Подождите, по-моему. Перелочные сухари. Без них просто блюдо-то не пойдет никак вообще. Сейчас я найду. Спрошу, пойду у кого-нибудь. Сейчас секунду. Так, сухари не нашел пока там взял. Пойдемте дальше. Сейчас найдем мои сухари. Мы самые точные их найдем. Нам нужен йогурт. Обычный. Обычный греческий йогурт. Нам нужен. Обычный греческий йогурт. Вот он 59 рублей. Это одна только баночка. У меня уже побольше. По-моему, он классный. По-моему, я его убрал уже. Так, подождите. Сейчас еще посмотрим. А это что за йогурт такой? Йогурт сыриного молока. Йогурт персик. Йогурт мюсли. Там мюсли? Серьезно? Во, вот такой вот он. Во, вот такой вот. Только не заляпанный. Вот, вот, вот. Вот, два процента вообще. Класс. Еще в два раза больше белка. Огонь. Так, мои хорошие. Ну, в общем, панировочных сухарей я не нашел. Их вроде как нет там. Так, узко. И это, ну, по-моему, у него есть дома. По-моему, есть. По-моему, даже есть две пачки. Честно говоря. Поэтому сейчас проверю. Если все есть, то начинаем готовить. Может быть, даже я выйду в прямой эфир приготовлю. Наверное, уже во влоге, да? Что в эфир? Надо даже в эфире с вами разговаривать. Я тогда не поговорю с вами толком. Едем домой. Ну, сейчас решу. Масло, наконец-то, набрал. И на пожарить, и на попить, и на поесть. Так, 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 так. Здоровку-то углазала. Так, йогурт здесь. Чесночок здесь. Так, мои хорошие. Кстати, свитом не обошлось. 1300 рублей. 1372. Что-то такое. Короче, не важно. Копейки. Где панировочные сухарей, бля? Куда я их делал? Я же говорю, они меня были. Я же говорю, они меня были. Это, конечно, не очень хорошие сухари, но будем делать с ними. Других, по-моему, нет. Короче. О, маминой зеленушечки сейчас придут в ход. Короче, вообще сейчас будет топчик. Девчонки, мальчишки, а также их родители. Перец красный, молотый. Нам еще нужны какие-нибудь специи прикольные. Вот я люблю, знаете, что? Какую специю сейчас скажу? Хмели-сунели. Есть ли они у меня, конечно, остались? Остались. Супер. Хмели-сунели. Нереально крутая специя. Подходит просто под любое блюдо. Смотрите. Все очень просто. Все нереально просто. Соль и перец, я потом достану. Итак, что мы делаем? Во-первых, мы достаем эти кабачки. Ой, кабачки? Все правильно. Мы их сейчас будем мыть. Это очень вкусно, девчонки. Вы сейчас просто будете готовить, мне кажется, своим парням, да и сами будете. Сейчас, знаете, со средством помою хорошо. Потому что я шкурку не буду снимать. Просто хорошо надо помыть. От грязи, от слизи. Отлично. Раз. Завтра, знаете, что будем готовить? Очень вкусную лазанью, но без этих листиков, с кабаретами, с брокколи. Я уже придумал, что будем делать завтра. Очень вкусно. Так, это надо все обтереть. Сейчас, секунду. Чтобы они были такие, это... Очень-очень влажные. Вообще, по-хорошему было бы, не мешало бы мне переодеться в домашнюю одежду, да? Сны в ней не было. Руки я мыл. С мылом я всегда захожу, у меня уже это на автомате. Спасибо, коронавирус. Точнее, спасибо, пандемия, которая в мире. Она, короче, она, конечно же, нас дисциплинирует. Сейчас мы, короче, давайте я переоденусь. Я переоделся. Так, смотрите, пока переодевался, достал еще параллельно лист этот из духовки. Давайте я вас поставлю сюда. Поставлю вас высоко. Чтобы вы наблюдали. Давайте я вот сюда вас поставлю. Во. Вот так, да. Все, тут, знаете, достал, достал. Достал, достал. Смотрите, все очень-очень просто. Отрезаем вот эти штучки. Сразу всех отрежу, уберу. Ничего не надо жарить. Весь в этом прикол. Я ухожу от всего жареного. Я теперь по утрам ем даже, ну не даже, а вернулся к отварным яйцам. Все очень просто, смотрите. Вот сейчас все очень просто. Слайсами нарезаем. Тонкими слайсами нарезаем. Такие, знаете, сантиметр где-то, может быть, чуть меньше. Меньше даже, наверное. Может быть, даже 0,5. Видите? Нет. Как вот этот, да, порезать, знаете, как? Кладете его и просто вот так вот режете. Вот так. Чтобы не поранились. Все. И вот так мы должны все три кабачка порезать. Вот такими. Сейчас я вернусь к нему. Я просто очень люблю кабачки. Очень. Баклажаны вообще не переношу. Я не знаю, у меня прям будут дорвоты, вот честно. Как я люблю кабачки. Это вообще круто. Я всегда ищу какие-то рецепты с кабачками. Что мы делаем? Во-первых, мы ставим микроволновку. Ой, микроволновку, господи. Духовку на 200 градусов. Разогреваем ее. Дальше берем пергаментную бумагу. Где? Я ее куда-то уже положил, да? Я же ее брал. Давайте я вас поставлю. Я вот это брал же уже ее. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Все, вот так положили. Чики-пики. Сейчас это мы убираем. Сразу убираем все, что нужно. Потому что это нам будет мешаться. Ой, ну все. Взял бы этот, укинул. Дальше, смотрите, берем тарелку. Плоскую. Вот такую. В нее мы насыпаем. Чики, извините, что я смотыляю туда-сюда. В нее мы насыпаем, собственно, панировочную смесь. Вот я бы рекомендовал вам другие, честно говоря, сухари. Вот честно. Панировочную смесь. Панировочную смесь сухаря мы сюда насыпаем пармезан. Это обязательно. Другой сыр сюда не подойдет, он сгорит у вас. Добавляем пармезан. Ябычный, биловский. Ничего такого. Сверх. Насыпаем. Видно, да? Насыпаем. Сюда мы добавляем... Много сыр не бывает точно. Сюда мы добавляем... Места нет просто. Сейчас я так сделаю. Я же профессионал. Девочки, отходим, отходим. Ась, ну кабачок-то ты не будешь. Эсю дура вообще такая. Ась. Ася, хоп. Так, отдай быстро. Тварь, блядь. Ну, пол кабачка сожрал. Ну, все, сегодня будем... Пол кабачка сожрал. Ладно, похер. Если хочет организм молодой, значит пусть ест. Так, ладно, дальше. Идем дальше. Сюда мы добавляем хмели-сунели. Хмели-сунели. Сюда я добавлю мамин укроп. А где он? А, вот он. Ой, мама, посевьте огромные. Вот я люблю вот эти все истории. На зиму что-то засушить. Еще очень хочу кинзу, эту кинзу засушить. Вот так же. Может быть, даже потом на рынок скажу, куплю ее. А, и сюда нам нужно добавить чесночок. Мне пару головок добавлю. Через эту чеснодавку. Сейчас я ее достану. Буду твоей любимой, самая любимая. Все, повали, слушал. Новый альбом вышел. Вот если повали. Смотрите. Где чесночок? Тоже мама давала. Прошлый приезд. Диана, Диана, Диана. Вот эта штучка нам понадобится обязательно. Так, где? Я забыл, как она выглядит, честно говоря. Как она выглядит? А, вот, блядь, мне еще дочки сверху надо. Это мне мама дала. Очень классная такая чеснодавочка. Так, вот, и нажимаем. Супер. Отлично. Много тоже не надо, знаете, чтобы сильно не чесночили они. Дальше. Так, дальше сюда мы чуть-чуть соли. У меня такая морская, типа. Чуть-чуть соли. Чуть-чуть перца обычного. Все. Теперь мы это все перемешиваем. Вот так вот перемешиваем. 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 С пармезаном. С чесночком. Уже такой запах ароматный. Посмотрите, они ничего еще не сделали. А у нас уже красота с вами, девчонки, мальчишки. Короче, перемешали. Дальше. Что нам нужно сделать с этим, с кабачками. Смотрите, я просто другую доску достану. У меня, видите, не хватает поверхности. Мне нужна кухня, как, блядь, у высоцкой, чтобы это было, блядь, на полкухни. На полкомнаты. Масло. Оливковое масло. Я налью сейчас ее в тарелочку вот сюда. И его вот так чуть-чуть налью. Этого не хватит. Вот так налью. Если что, вылить. Или на нем пожарить что-нибудь. Господи, лох-то. Да, мне вот это бесит на самом деле, что тут просто реально нет места. Я полностью вас поставлю. Во. Супер. А вот так вот, девчонки, мальчишки, просто вот так вот делаем. Просто делаем вот так. Вот так. Видно? Все же видно, но видно. Мои же вы хорошие. Мои же вы зайки. Все, вываляли. И вот так вот теперь панировочную эту историю нашу. Может, я даже сейчас еще один способ покажу. Вот так вот, да? И выкладываем. Просто выкладываем на противень. Сразу вот так вот помажете. И посыпьте вот так вот. Если не хватит смеси, мы еще сделаем. У нас же есть и панировочные у нас есть. И чеснок у нас есть. У нас есть все с вами. Вот панировочные я бы другие взял. Вот это да. Ну ладно. И вот так мы делаем со всеми. Давайте, наверное, я тогда отключусь. Все сделаю, да? И вернусь к вам. Чего вам смотреть на это? Панировочные другие хочу. Вот другие сюда хочу. Ну ладно, похер. Я уже об этом говорил, да? Сейчас еще сделаю заготовочку из панировочных сухарей, пармезанчика. Я, знаете, наверное, потом еще посыплю сверху пармезаном. Когда я это уже вот так вот разложу, сверху отдельно пармезанчиком посыплю. Кто там спрашивал, в кого я все готовлю, готовлю, в кого я такой я? У нас мама всю жизнь готовила. Все детство, постоянно. Мама вставала, если нам надо было, к примеру, там школу или в техникум, институт, я хотел сказать, переоценил себя. Это она всегда вставала раньше нас. Готовила она сосиски в тесте, я помню. Всегда что-то готовила. Торты. Раньше никто торты не покупал. Раньше все все сами готовили. Вот мама всегда все готовила. Такие торты были, я помню, лимонный торт она делала. Ой, пушечный, подождите, я все это с рентой не намазал. Очень пушечный торт она делала, с лимоном. Я вспоминаю эти дни. Отлично. Дальше. Напомню, уже второй у меня есть лист, который я никогда не пользовался. Сейчас мы просто на второй тогда и выложим остатки. Я вспоминаю, ой, твой, я поднимаю твой бокал. Свой бокал, блядь, а не твой. Свой бы поднять. Вообще видно, нет? Ни хера не видно, кому что показывал. Кому я что вообще рассказывал сейчас столько времени. Посмотрите, не хватило. Сейчас все сделаем заново. Мне кажется, панировочная смесь, это не панировочные сухари, да? Или это... Ну, короче, пофиг. Ой, супер. Сейчас я вам покажу. Вот так вот выкладываем. Сейчас я вернусь к вам. Сейчас все еще сделаю. У нас еще соус к ним. Это все, это еще не все. Вообще, далеко не все. Вот такая история у нас получилась. Сейчас я еще не посыпал, кстати, пармезанчиком. Хочу чуть-чуть посыпать пармезаном. Ну, прям чуть-чуть на каждую штучку. Прям вот чуть-чуть, чуть-чуть так. Видите, чтобы вкуснейше будет. Для себя же готовлю, понимаете, девочки? Не это, не на заводе же. Для себя, любимого. Все. Сейчас точно все. Ну что, загружаю в духовку. Так, все. Здесь за 200 градусов все нагрелось. Мы это все с вами теперь загружаем. Так. Отлично. Ставим на 25 минут. 25 минут. Побольше получилось. Ну ладно, не важно. Это я сейчас порежу мелкими кубиками. И в пакетике в заморозку. Потом, может быть, действительно, что-то может быть потушу. Потушу в этой пароварке. В общем, не пропадет. Сейчас я это все буду нарезать. Вам этот процесс не буду показывать, знаете, чтобы не отвлекать от, господи, от рецепта. Слово забыл. Все, мои хорошие, сейчас я вернусь, будем готовить соус. Покажу вам все-таки. Решил показать, нарезал. А тут скажете, опять в Африке голодаю. Вот это ты, блядь, это, выкидываешь кабачки. Ни в коем случае. Ну что? Пароварочку приготовлю потом. Ася, не шакаль, не шакаль. Ась, из-за тебя тут у меня ничего не получается насыпать красиво в пакет перед камерой. Порезал, кстати, на доске, на которой масло обрабатывал маслом. Видите, они мне даже обработались в масле, получается, в оливковом. Что, плохо, что ли? Отлично. Так, это мы убираем. Все. Потом в пароварочке все делаем. Это мы тоже убираем. Сейчас я сделаю уборку, секунду. Хотя, что у меня? Смотрите. Что я все постоянно жалею? Думаю, чтобы лишний раз ерунду не смотрели. Ну и потом, ну, че ж нету-то, господи. Подождите, по-моему, в соус... Нет, в соус нам не... Подождите, сейчас помню. Нужен ли в соус нам пармезан. Что выпить за твое здоровье? Так. Отлично, отличненько. Что здесь, Светка, я его выключу. Прям бесит. Ага. Отлично. Все чистенько уже. Сразу нужно делать все чисто, чтобы было... Чтобы с грязью-то не сидеть. Готовим готовить соус. Пока приготовятся баклажаны, вы уже и соус приготовите. Поэтому это такое крутое... Ой, кабачки, что же баклажаны? Мы так называем, да? Кабачки. Так, секунду. Так, стоит все отлично. Ну что, готовим соус? Все очень и очень просто. Сколько здесь граммов? 250. Я все не буду сейчас. Просто вам покажу соус. И себе, знаете, на раз сделаю, потом я себе сделаю свеженький. Йогурт. 150 граммов. На вот такую порцию нам надо. Так. Ой. Все очень просто. Все очень и очень просто. Два зубчика чесночка. Сейчас, мои дорогие, отойду подальше. Как я хочу себе... Как я хочу себе делать эти бутеры. Лаваше. Это же просто ппшечка. У меня будет такая классная. Это так быстро. Взял. Куриную грудку. Накрошил. Ну что? Бой-бой. Вы сейчас удивитесь. Ну это все практически. Соль. Чуть-чуть. Ай, бля. Давай в воде соль еще. И перчика чуть-чуть. Ну давай еще чуть-чуть. Все. Это соус. Это соус. Мои хорошие. Все. Сейчас попробую с ложки. Огонь. Блядь, просто огонь. Кабачки, ой, баклажаны. Дожарьтесь уже. Еще 20 минут. Все. Достаете через 25 минут. Как они там? Кабачки. И с этим соусом едите. Девчонки, мальчишки, это отвал башки. Это просто отвал башки. Я вас люблю. Я вас целую. Рассказывайте какие-нибудь свои рецептики. Будем вместе готовить. Может быть когда-то будем готовить их в прямом эфире. Ну просто я понимаю, что в прямом эфире мне нужен контакт с вами. Для этого ведется прямой эфир. Поэтому, а так, чтобы, знаете, без контакта, вот влог вам, пожалуйста. Завтра будет другой рецепт. Офигенный просто запеканочки. Я повторюсь. С курицей, с брокколи. И может быть я, кстати, использую туда кабачки сегодняшние. Все, мои хорошие. Пока-пока. Подождите, подождите, не уходите. Секундочку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, как вам вообще кулинарная наша рубрика. Надо ли нам ее продолжать. Нужны ли вам и такие рецепты простые, нереально вкусные. И с которыми, знаете, готовятся просто там за, грубо говоря, 25 минут. Это вообще потолок. В общем, если у вас это проигрывается, отыгрывается, и с вами это резонирует, такой влог, пишите. Я буду смотреть по лайкам. Если лайков будет мало, конечно, мы будем убирать эту рубрику, потому что все для вас, мои хорошие, все для вас. Будет много лайков. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Люблю вас. Пока-пока.